Сегодня 21 июня, как мы уже выдавали в эфир информацию, доведенные до отчаяния судебным произволом люди были вынуждены собраться на данном месте и добиваться приема компетентных лиц с целью добиться прихода законности, доступа к правосудию. Тем не менее, день истек, к людям никто не вышел, тем самым было выказано пренебрежение. Данная инициативная группа приняла решение остаться здесь ночевать и в ходе развития сюжета всплывает очень интересная информация, касающаяся нашего оргкомитета по созданию Народной партии. Теперь хотелось бы, Бауржанович, чтобы вы свою точку зрения на происходящее высказали. Ну, как мы уже неоднократно говорили о том, что в стране происходит судебный беспредел, судебный произвол. Очень много, к сожалению, несправедливых судебных решений выносится. И это вот в нашу партию обращаются со всех сторон, со всех регионов Казахстана. И вот сегодня довольно большое количество людей вышло сюда, уже прямо перед Домом Министерства, для того, чтобы уже от отчаяния выйти сюда и рассказать всем о том, что вот такой судебный произвол происходит. По-хорошему, я не знаю, столько раз заявляли о слышащем государстве, уже должны были чиновники, представители Верховного Суда, даже, я не знаю, председатель Верховного Суда. Вот здесь рядом жили сенат парламента, депутаты должны были подойти, вот здесь вот рядом правительство. Но ни один чиновник сюда не подошел за целый день, и, насколько я понимаю, и даже сейчас вот люди в такой очень холодной сегодня ночи, да, и люди сейчас планируют вообще здесь находиться, здесь ночевать, и даже уже заявляют о голодовке, но, тем не менее, вот это наше слышащее государство опять показывает абсолютно гнухим. Спасибо, я хочу напомнить о инициативе данных смелых людей по сравнению своих прав присоединиться к заявке нашей партии Оргкомитета на 25 число, о чем было прямо и сказано сегодня. Но тут всплывает очень интересная информация из уст сотрудников полиции, которые приравняли нашу партию, нашего лидера, Нуржана Бауржановича, к экстремистской партии ДВК. Вы можете это прокомментировать? Меня зовут Матар Карабеков, я гражданин исполнитель Казахстана. Более 37 лет отдал службе вооруженных силов Казахстана, был на истоках восстановления вооруженных силов, и после 37 лет я был осужден, считаю, что незаконно осужден, и этого добиваюсь уже 4 года. И даже принципиально в рамках, будем говорить, правого поля, я не могу даже зайти на личный прием не генеральному прокурору, не говоря уже о его заместителях. Добиться личного приема не может быть. Не представить, как проще, Верховного суда Республики Казахстан. Простите, а что вы можете сказать по поводу утверждения? Я вам скажу следующее. Мы сегодня груще собрали здесь, чтобы на нас обратили внимание, мы хотели бы сделать посыл власти, что у нас есть определенное отчаяние, которое мы хотели бы донести с первого вкуса до наших избранников, избранников народа, нашим депутатам Сената, парламента. Но все наши попытки в рамках опять правого поля, мы не можем этого добиться. По поводу распространения дезинформации о причастности нашего оргкомитета к экстремистской организации ДВК. Нам дали информацию такого характера. Именно правоохранители здесь, вы с ними не связываетесь. Так как вы являетесь одним из... Кто вы? Это вы, получается, Ельтрега. Уточнение, спасибо. Является одним из заудиванных направлений деятельности того же самого ДВК. Сколько рекламы Облязову делают? Госслужащие, вы за что деньги получаете? Нуржан Булужаныч, прокомментируйте, пожалуйста. Поклёб, да, мы партией Ельтрега абсолютно является партией Ельтрега. Никакой ни ДВК, ни Азжол, ни коммунистическая партия, ни Нуротан. Это партия Ельтрега. То есть называть нас какой-то другой партией, это полный поклёб. Если я еще узнаю, кто из этих полицейских сюда приходил, это говорил, я подам на него за клевету. Абсолютно правильно. Потому что, да, и привлеку его к полной ответственности за то, что он нас называет какой-то другой партией. Более того, извините, перебиваю. Теперь я хочу сказать, вот мы, я думаю, что я сегодня, наверное, единственный представитель сегодня, единственный политик и единственный представитель политических партий, кто сюда пришел. Спасибо. Где этот слышащий Нуротан? Где Азжол? Где коммунисты? Где там другие партии? Где правозащитники в том числе? Где депутаты? Где чиновники? Где руководство правительства и Верховного суда? Замечиваю только самолетов. Во-первых, я пришел сюда не для того, чтобы как-то политизировать эту тему. Я пришел, чтобы просто узнать, послушать людей, как человек, который там болеет за граждан Казахстана. Я пришел узнать, может быть, нужна какая-то помощь, может быть, там воды принести. Люди на холоде стоят, может быть, принести какие-то теплые одеялы. Слушайте, ну еще раз хочу сказать, да, вот представителям правоохранительных органов, слушайте, прекращайте вот такие вещи. Вы что думаете, с вас спрашивать некому, что ли? Да спросим вас еще 10 раз. Так спросим, что мало не покажется. Слушайте, прекращайте клеветать на людей. Наша партия, ни я, ни разу не нарушали законы Республики Казахстан. Мы всегда двигаемся в рамках законов Конституции нашей страны. Никогда, мы никогда не занимались нарушением закона. Поэтому клеветать, говорить, что мы там какие-то экстремисты или ДВК, слушайте, докажите, попробуйте доказать. Нет такого. Мы никогда не нарушали закон. Если мы приходим и наших граждан, наших, тех, кто вот сегодня сюда выходит от отчаяния, хотим в какой-то плане поддержать, хотя бы морально прийти, поговорить и так далее, это не означает, что мы экстремисты. Ну, в этом плане... 25-го мы подали заявку сейчас в Акимар. Значит, они там приняли в свое время, вы помните, закон, да, о том, что уведомительный характер это все носит. Мы уведомили о том, что, значит, возле там выделенного законодательства места, там в этом месте мы собираемся провести санкционированный митинг. И поэтому мы говорим, 25-го мы этот санкционированный митинг проведем, людей постараемся туда собрать. И даже вот тех, кто сегодня здесь стоит и тоже, условно говоря, пытается достучаться до небес, пытается достучаться до наших чиновников, вот этих людей мы тоже призываем присоединиться к санкционированному разрешенному митингу. АПЛОДИСМЕНТЫ